Ребята, всем привет! Мы сегодня с мишаней решили выехать на такой микропробный коп. Перед какой-то большой поездкой, надо набраться чуть-чуть опыта, у нас пришел первый прибор, подводный, это вибротектор 740. Сейчас будем пробовать скукой и с вибротектором чуть-чуть сплавимся по речке. У нас есть речка, где более-менее есть прозрачный. Вот по ней попробуем сплавиться. Здесь как-то появилась речка. Вот, новатенько. Все, потихоньку собираюсь, как я уже говорил. 100 лет не нырял, а может и 101 лет. Ребятки, обязательно в подводной снаряге должен быть нож. Желательно хороший и желательно на ретракторе, чтобы вы его, обронив, не потеряли. Пяточкой можно подать сигнал по металлу в воде. Постучать. Нож из титана этот. Ту-ту-ту-ту, не пригождался еще. Установил фонарик. Бывает порой полезно иметь фонарь на маске. Запасной. Так сказать, докатка. Сейчас подтянусь. Маска давить не должна на лицо, она должна просто к нему прилегать. Далее давление само сделает все это дело, чтобы маска вам не давила. У меня разгруз. Ночью, если я хожу на охоту, то одеваю еще вот такой вот аквапэк беру с собой. Для того, чтобы иметь с собой телефон и навигацию. Потому как только вы до уровня воды спустились, все, местность становится неузнаваемой. Тем более ночью в камышах и прочее можно блуждать вообще до утра спокойно. И были такие случаи, поэтому позаботьтесь о какой-то навигации. Это у нас сумка для поискалок. Надо вот так подвязать еще. Ну и тоже можно вот сюда вот одеть. Оно под своим весом закрывается и в нее можно складывать удобно какие-то находки. Кидаем. Ходить я буду в ботах попробую сейчас. В акваботах для того, чтобы... Ну, посмотрю. Попробую и так, и так. Ласты есть, но хочется попробовать в ботах. Значит, что у нас еще? Все. В принципе, все есть. Здесь, в принципе, все есть. Перчатки. У меня здесь пятерочка с кевларом. Защитой кевларовой. Вот такой вот металлоискатель. Это импульсный металлоискатель. Работает он на все и на металл, и на цветнину. Не имеет дискриминации. Всего этого придется копать все. Вот. Скоро нам придет второй металлоискатель. Это из калибур 2. Уже будет посерьезнее. У нас будет дискриминация. Ну, это вообще практически самый лучший сейчас на данный момент металлоискатель. Для воды он работает и в соли, и в пресной воде до 60 метров глубины. А вот это у нас, ну, вот такой вот, где-то по мелководью где-то поднырнуть, еще что-то. Или на незамусоренных местах что-то поискать. И еще придет металлоискатель выдра. Собираем легочный автомат. Вот так вот он устанавливается на хуку. Ключ от хуки у меня уже на руке. То есть без этого ключа ее не выключить, не включить нельзя. Что мы с тобой, Мишанька, забыли, это поставить трубку. Трубка на хуке, да, специальная, хитро сделанная. У нее очень много отверстий. Вот вы все мне писали, а если птичка сядет накакает, как ну погоди, и еще что-то. Вот здесь нет отверстия вообще сверху. Все отверстия идут по корпусу трубки. И заливая ее волной, вода стекает и не попадает внутрь корпуса. Ни в каком случае. Продуманность этой хуки, она впечатляет, конечно. Ну и потом вы видели все это. Это размеры какие, компактность. Тишина, компактность. Смотрите, я ее сейчас включу. Вот все, что вы от нее услышите. Хука работает. Выключается точно так же, нету никаких кнопок, ничего нету. Вот здесь стоит амперметр. У нас 24 ампера на 4 часа почти. 96% зарядки. Камера будет стоять вот так вот, ребята. Вот таким образом будет вестись съемка. В то же время я всегда могу снять камеру, снять себя. Еще что-то вам показать поближе. И повесить камеру на место. Посмотрите, насколько все это компактно. И удобно. Взяли легочник. Взяли за ручку и пошли. Так что, когда мне говорят, что в этой хуке ничего особенного нету, ребят, посмотрите, что есть из аналогов на рынке, а потом рассуждайте. Намокла рукавица, надо посушить. Дайв воздух включаю. Потому что здесь уже работают правила акваланга. Ох, елы-палы. Грузовой поезд я не одел. Поезд одевается под руку, так, чтобы вы могли взяться за хляст, дернуть его, и поезд слетел с вас. Это при экстренном всплытии. Я левша, поэтому я одеваю его вот под левую руку. Чтобы левой рукой его найти можно было и сдернуть. То есть, мы дергаем, раскрывается защелка, и поезд с вас падает. Ну, по крайней мере, освобождает вас. Здесь он больше ничем не фиксируется и одевается поверх всего. Чтобы его можно было экстренно сбросить. Ну и, конечно же, антизапотеватель. Это обязательная вещь. Ссылочка есть на сайте gerasim-sherp.ru В разделе партнера я вам наплюю хорошую баночку. Если надо будет такого антизапотевателя, фирменный. А что делать, видишь? Добрые сказки на ночь. Видите, у дайв-нажа есть вот такая остропорезка. В общем, можно было быстро перерезать сеть, не целясь. А что ты будешь делать? Вот для этого и нужен. Не потеряй. Чтобы, если вы неправильно ставили нож, или он у вас выпал, под водой всякое бывает. Все, что у вас есть в воде, должно быть на непотеряйках. Зацеплено, потому как в воде все очень легко теряется. Прям вот отвернулся. Вроде было на руке. Все. Бац, упало. А если упало в ил, даже фонарь падает, в ил уже не найти его. Погнали. Сり wrestling. Погнали. Погнали. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 что было в реке и попробовать еще что но здесь таких нету, к сожалению да и река очень мелкая, ребят 2,5 метра максимально я погружался ну, скажу так на этих клубинах уже со скупом не поработаешь в плане там по горлышку, по шейку потому что, ну, это нереально а вот скуко я лежа на дне причем тебе не нужна большая видимость вот такой видимости достаточно, уже ползай под кул 30-40 сантиметров большое спасибо вам за просмотр ставьте ваши лайки и пишите комментарии ну, а тем, кто все-таки решил присоединиться к нашему Шерпа-движению добро пожаловать на сайт gerasimsharp.ru где вы узнаете все условия, преимущества и привилегии при приобретении вездеходов Шерп по промокоду gerasimsharp то есть от нас всего хорошего, пока